В преддверии нового учебного года в образовательных учреждениях Карачаева-Черкесии проходит учение по антитеррористической безопасности. Одно из мероприятий по профилактике угроз теракта и воздушной тревоги было организовано сегодня в Центре для одаренных детей «Спутник». Подробности в сюжете корреспондента Артур Амхце. До начала учебного года считанные дни. Самое время уделить внимание безопасности педагогических коллективов. Тем более, что в современных реалиях данная мера не кажется лишней. В Центре дополнительного образования «Спутник» участниками профилактического мероприятия стали руководители и преподаватели образовательных организаций Черкеска. И такие занятия в дни всероссийских учений проходят повсеместно. Очень важно, чтобы сегодня педагогический персонал наших образовательных организаций научился правильно действовать в такой ситуации. Сегодня, когда у нас в стране действует режим СВО, каждый человек, особенно взрослое население, должны понимать важность получения таких навыков. Со 2 сентября у нас начинаются учебные занятия, и мы каждый день будем со своими детьми. И с первых дней мы с ними, конечно же, будем отрабатывать эти навыки. Это касается и общеобразовательных организаций, это касается и учреждений дополнительного образования. Цель профилактического мероприятия – дать взрослым людям представление, как действовать в подобной ситуации, чтобы в случае необходимости обезопасить себя и своих воспитанников. Полученную сейчас информацию педагоги затем должны довести до подопечных. По плану актовый зал с людьми захватывают вооруженные злоумышленники. Звучит система оповещения о нападении. Сотрудники моментально закрывают кабинеты и баррикадируют входы. На место прибывает группа реагирования. После того, как нападавшие обезврежены, люди могут спокойно покинуть места пребывания. Во всем нужна тренировка. Люди, чтобы не боялись, знали, как себя вести и действовать в данной ситуации. Чем больше тренировок, тем больше у людей откладывается понятие, как себя правильно вести. Многие просто не знают. Нужна тренировка, отработка, чтобы люди это чувствовали на себе. Внимание всем. Воздушная треховая. Еще одно испытание на скорость принятия решения – это реагирование на информацию об угрозе атаки беспилотника. Сотрудники учреждения образования постарались оперативно покинуть помещение и эвакуироваться в подвалах здания. Во время учений время не играет особой роли, но в реальной ситуации отслаженности действий и своевременное исполнение правил эвакуации могут зависеть жизни людей. Занятия прошли при непосредственном участии служб экстренного реагирования, для которых учения также стали еще одной возможностью для отработки собственного алгоритма действий. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.